Добрый вечер всем нашим зрителям! Здравствуйте! На канале 12 время хоккея. Ну и сегодняшнюю программу для вас проведем мы, нападающие хоккейного клуба Северсталь Сергей Пескунов и Светлана Злобина, как всегда. В ближайшие 15 минут вы увидите. Сколько клюшек нужно хоккеисту? Счастливый 13 номер. Лучшие моменты матчей и, конечно, конкурс. Сергей, вот только что наша команда завершила, наверное, буквально самый напряженный этап чемпионата. Сразу 5 домашних матчей за 8 дней. Трудновато пришлось? Да, трудновато. Мы успевали восстанавливаться. Где-то сил не хватало, может. Переезды все вот эти. Может, вот это и не повезло нам из этого. А читаешь спортивную прессу? Что пишут о нашей команде? Как пишут? Кто пишет? Ну, газеты особо как бы не покупают. Нам вывешивают прессу и пытаясь из этого узнать, что они правы. Забыть полезную информацию. Вот, кстати, все чаще в последнее время эта самая спортивная пресса называет нашу команду непредсказуемой. Мы можем проиграть более слабому сопернику и, наоборот, выиграть чемпиона запросто. Вот как ты считаешь, почему так происходит? Выходим, стараемся, пытаемся под любую команду настроиться. Ну, с кем-то получается, с кем-то нет. Где-то везение, где-то неудача. Но хотим выигрывать всех. Неважно, на том месте команда. Ну, давайте прямо сейчас посмотрим, как наша команда провела эти 5 домашних матчей и много ли здесь было непредсказуемого. Северсталь-Атлант. Всего лишь 23 секунд не хватило Северстали для того, чтобы обыграть лидера нынешнего сезона. В этом матче 3 шайбы из 4 пришлись на долю защитников. У хозяев площадки отличились Джоал Квитковский и Андрей Шефер. У Атланта Магнус Йоханссон. Именно бросок шведа спас гостей от поражения на последней минуте основного времени. Еще один гол записал на свой счет игравший за Северсталь в прошлом сезоне форвард Алексей Глухов. Ну, а в серии буллитов на красивую шайбу Пескунова соперники отвесили двумя точными попаданиями Пернеса и Королюка. Череповчане впервые в сезоне уступили в серии после матчевых буллитов. Северсталь-Металлург-Новокузнецк. Вот уже третий раз подряд нашей команде пришлось заканчивать матч серии буллитов. Снова Северсталь вела в счете и снова не сумела удержать добытое преимущество. Начиналось все на удивление хорошо для череповчан. За две минуты игрового времени хозяева площадки забросили две шайбы. Причем Йозеф Страка проделал это даже в меньшинстве. Но продолжение не последовало. Напротив гости не спеша взялись за дело и своего добились. Во втором периоде защитник Владимир Гусев отыграл один гол. А в третьем в очередной раз отличился бывший игрок Северстали. Милош Горжава снова отметил свой приезд в Череповец заброшенной шайбой. 2-2 и в основное время и после овертайма. По булитам же хозяева площадки взяли верх. Четкие броски Сергея Пескунова и Олега Губина позволили Северстали записать в свой актив два очка. Северсталь-Акбарс. Потерпевший накануне крупное поражение в Санкт-Петербурге Акбарс сполна отыгрался на Северстале. У череповчан же не получалось ровным счетом ничего. По три шайбы гости отгрузили в наши ворота в первом и втором периодах. В заключительной 20-ти минутке ограничились одной. При этом у казанцев отличились все игравшие в этот день пятерки. Хотя и в же площадке так и не сумели забросить ни одной шайбы. В нынешнем чемпионате этот матч стал первым, когда наша команда ушла с площадки без единого гола. Северсталь-Нефтехимик. Наконец-то и череповчанам повезло на последней минуте игры. До этого Северсталь методично пропускала под занавес матчей. На этот раз забила. Успех хозяевам площадки принесла комбинация Сойен-Губин. Первый выдал пас из-за ворот, а второй в упор расстрелял голкипера. На то, чтобы предпринять хотя бы попытку спасти матч, у гостей просто не хватило времени. Череповчане одержали поистине долгожданную победу. Последний раз Северсталь выигрывала в основное время на своей площадке почти два месяца назад, 4 октября. Северсталь-Лада. Оборонительная тактика гостей принесла свои плоды. За весь матч репейские хоккеисты так и не смогли подобрать ключей к воротам отлично сыгравшего на последнем рубеже Кошечкина. Победную шайбу ворота Северстали забросил во втором периоде защитник Пуец. А на последней минуте встречи, хотя бы площадке, заменили вратаря шестым полевым игроком и тут же пропустили второй гол. Правда, в эпизоде, когда еще один защитник Лады, Яков Рачинский, забрасывал шайбу в пустые ворота, один из тольятинцев явно сбил с ног Юрия Трубачева. Но судья нарушения не определил и повтор момента смотреть отказался. Разосадованный Трубачев был в итоге удален до конца игры, которая завершилась сухой победой Лады. Между тем, день сегодня непростой, начало календарной зимы. Да, это мое любимое время года. А вообще у тебя какие ассоциации с зимой, может быть, из детства? Ну, снег, санки, снежки, больше детские воспоминания. У меня тоже горка, елка, много-много снега, обязательно подарки. Да, подарки, да. Тем временем наши хоккеисты не забывают делать подарки своим подопечным, ребятам из детского дома. Ведь покататься на коньках – это одна из самых любимых зимних забав, правда? Правда. Это всем детям нравится. Ровно на час ледовая арена оказалась в распоряжении ребят из детского дома номер 9. Причем на лед вышли и самые маленькие воспитанники. Участники проекта – наши дети. Напомним, наши дети – это проект по устройству ребят в приемной семье. Он стартовал несколько месяцев назад. Хоккейный клуб поддержал начинание. Дружба хоккейного клуба и детского дома длится несколько лет. За плечами немало совместных встреч и мероприятий. Дети веселые, дети здоровые, дети с удовольствием ходят на спортивные мероприятия, вот такие, как сегодня. Но сегодня хоккеисты не смогли расслабиться так, как детишки, и покататься в свое удовольствие. Тренироваться надо. Заменил их сам директор клуба Анатолий Теницкий. Дети были рады пообщаться со своим большим папой. Многие малыши, в том числе Катюша, в этот раз вышли на лед впервые. Даня самый младший из тех, кто впервые встал на коньки, но с помощью старших делает успехи. Саша на льду уже второй раз, и ему и падать не страшно. Когда я катался, когда наборчики, я меня плохо получал. А потом, когда меня тренер не тренировал, я стал хорошо тренироваться. Теперь можно отдохнуть, согреться и освободить площадку для хоккеистов. Ну а сейчас ваше время, уважаемые болельщики. Специально для вас вопрос от Сергея Пискунова. В каком году я приехал играть в команду Северсталь? Итак, вопрос, в каком году Сергей Пискунов стал выступать за Северсталь. Свои ответы присылайте на номер 5533 «Лед. Пробел. Вариант ответа». Первому правильно ответившему билеты на следующий домашний матч Северстали от автоцентра «Бумер». А теперь уже вопросы хоккеистам задают болельщики. Ох и любопытные! Вопрос Николая Бардина. Почему вы играете по 13 номерам? Кто считается несчастливым? Тем не менее, ни номер, ни обстоятельства не мешают Николаю Бардину быть одним из лучших распасовщиков нашего клуба. Когда взяли в команду взрослую, администратор выдал этот номер, и под этим номером я стараюсь выступать. Не в номере оказывается дело. А в чем же тогда? Как часто ломаются клюшки? Сколько в запасе еще у каждого игрока? Хоккейная клюшка состоит из крюка и ручки. Длина ее от пятки, место соединения ручки с крюком, до конца ручки 163 см. От пятки до конца крюка 32 см. Максимальная ширина ручки 3 см, толщина 2,5 см. Ширина крюка должна быть не менее 5 и не более 7,5 см. Клюшки изготавливаются из дерева и других материалов. Запрещается играть нестандартными клюшками и сломанными. Хоккеист, у которого сломалась клюшка, может продолжить участие в игре, но при условии, что он бросит налет у сломанной части. Каждый заказывает в начале сезона клюшки, каждый по-разному. У меня было в начале 24, осталось 5. Вот так часто они ломаются за 2 месяца. В этой домашней серии сразу несколько матчей заканчивались буллитами, и ты лично заливал в них голы. Но ведь по последним правилам гол забитый в серии буллитов в статистику игрока не входит. Лично я считаю, что это несправедливо. Я хотел бы, конечно, чтобы все голы, которые победные буллиты, записывали статистику игрока, но правилами написано, что нет. Главное, чтобы это команде шло на пользу. Согласен. Ну и пусть в статистику эти голы не попадают, но зато они могут претендовать на место в нашей подборке самых красивых моментов. Поскольку домашняя серия матчей сложилась для нашей команды не особенно удачно, всего 6 очков из 15 возможных, то и ярких запоминающихся моментов было не так уж много. Поэтому сегодня ограничимся тройкой эпизодов. Красиво исполнить буллит – тоже искусство. Отлично владеет им наш сегодняшний ведущий Сергей Пескунов. Вортарь при этом остается сторонним наблюдателем. И в переносном смысле, и в самом прямом. Уезжает в сторону и оттуда наблюдает, как Пескунов забрасывает шайбу в пустые ворота. Посмотрите сами. Кстати, это не повтор одного и того же буллита. Это разные голы. Из матчей с Атлантом и Кузней. Самое главное, что и процесс, и результат один. Шайба в воротах. Сергей Пескунов на третьем месте. А на втором не гол, а наоборот момент, который взять им в ворот не закончился. Отличный матч против лидера сезона Матичинского Атланта провел Александр Вьюхин. В этом эпизоде он по-настоящему спас свою команду. Чехьян Булес имел все для того, чтобы забивать. И пространство, и время, и мастерство. Но аргументы Вьюхина оказались более весомыми. Сейф Александра на втором месте. Ну а на первой строчке все-таки гол. Причем с игры. В матче с Северстальнефтехимик нашей команде удалась поистине молниеносная атака. Джоэль Квятковский своим пасом разрезал всю оборону соперника. А получивший шайбу Сергей Соин отправил ее туда, куда редко достают руки вратарей. В самый верхний угол ворот. Вот так бы почаще. Сергей Соин. Первое место в нашем сегодняшнем ТОП-3. Перед тем, как завершить программу, давайте вспомним, какие матчи ждут Череповецкую ледовую дружину в ближайшие две недели. До нашей следующей программы Северсталь у себя дома мы не увидим. В Череповецкой команде предстоят четыре игры на выезде. В четверг, 4 декабря, матч в Новокузнецке с соперником по дивизиону Металлургом. 6 декабря, суббота, встреча в Омске с Авангардом. Восьмое, понедельник. Впервые Северсталь сыграет в Казахстане против Бориса. И 10 декабря в Воскресенске состоится матч Химик-Северсталь. Давайте пожелаем нашим хоккеистам успешной игры. Да уж, придется провести весь декабрь на выезде. Будем болеть за вас на расстоянии. А сегодня на этом все. До свидания. Всем счастливо. И помните, время для хоккея всегда есть. До свидания. Программа выходит при подъезде автоцентра «Бумер». К вам посетители. Скажите, что я уехал? Хватит катать. Пора кататься. Автоцентр «Бумер». Автоцентр «Бумер». disks. Программа выходит при подъезде автоцентр. 12 вот здесь. Программа выходит при подъезде автоцентр.